Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, это программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Мы продолжаем исследовать книгу притчи Соломона и соотносить ее с современной жизнью. И на наши вопросы отвечает священнослужитель Евгений Павлович Марьян. Евгений Павлович, здравствуйте! Здравствуйте! Мы продолжаем изучать книгу притчи Соломона, и я знаю, что там затрагивается такая тема, как человеческая речь. Вот интересно узнать, насколько большую важность придает Бог человеческой речи. Иногда люди говорят, ну, важно то, что ты делаешь. А слова – это просто слова. Сегодня я говорю одно, завтра я могу сказать другое. Важно именно действие. Но, тем не менее, в Библии есть тексты, которые говорят о нашем языке, о нашей речи, о наших словах, о верности обещаниям. И вот что именно Соломон пишет об этом в своей книге притчи? Ну, прежде чем прочитаем тексты из книги притчи Соломона, хочу коснуться вкратце. Бог, создавая человека, создал его уникальным в том плане, что наделили его даром речи. И это придает силу отношениям. Ну, представим себе, встретились двое глухонемых, и мы наблюдаем картину. Да, они общаются, но речи не слышно. И мы понимаем, что есть определенный недостаток. А вот как используется слово? Что оно приносит человеку? Ведь не секрет, многие войны произошли благодаря всего-навсего одному слову, неправильно сказанному. Поэтому Соломон много говорит об этой части, и сегодня у нас 16 глава, и некоторые тексты мы будем с вами читать, и услышим именно то, о чем Соломон хочет сказать нам сегодня. 23 текст и 24. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебня для костей. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Интересно отметить, я озаглавил наше размышление с вами. Сотовый мед, с чем сравнит его Соломон? Почему именно сотовый мед? Приятная речь. Любители меда не всегда понимают его вкус. Почему? Потому что пасечник ценит наиболее сотовый мед. Когда достает из пчелиного улья, оттуда веет ароматом полевых цветов, многообразием вкуса, аромата. И это доставляет приятную сладость. И вот вопрос. Моя речь – приятная, как сотовый мед. Что она дает моему собеседнику? Как она влияет? Как она вообще влияет на меня? Я хочу отметить один случай. Я проходил по улице, по своим делам шел, и навстречу мне идут две молодые девушки. Красивые, симпатичные. И подходя ко мне, я слышу их речь. Эта речь наполнена гнилыми словами, пошлыми словами. И вся их внешняя красота вдруг померкла. Мне стало так не по себе. Откуда это все берется у таких молодых? Они что, не учатся вообще говорить? И я представляю, какое общение в семье, в обществе. Может, среди друзей это и нормально, как им кажется. Но такая речь приносит печаль и приносит обиду и оскорбление. Поэтому далее Соломон продолжает и направляет нас 21 и 23 тексты. Мудрое сердце прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Сладкая речь прибавит к учению. Мудрое сердце. Человек следит за каждым своим словом. И я хочу отметить, что здесь не просто идет разговор о речи как таковой. Соломон прекрасно понимает, что благословенная речь может исходить, когда сердце наполнено любовью к Господу. Потому что именно Бог дал нам дар речи и ожидает от нас соответствующего участия, чтобы эта речь была благодатью или приносила милость, приносила радость каждой человеческой душе. 27 и 28 текст в этой главе. Также Соломон касается дара речи. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Мы здесь видим напрямую, как речь связана с огнем палящим. И здесь уместно вспомнить отрывок в Новом Завете апостола Иакова, который касается именно как раз языка. Какую роль он играет в нашей жизни. И я думаю, что Иаков был знаком с некоторыми притчами Соломона, когда он говорит о роли языка, как огонь палящий на устах. Будем читать отрывок послания апостола Иакова с 3 главы. Это 1 по 10 тексты. И посмотрим, как это сегодня работает, не работает. Применимо это в жизни нашей, неприменимо. Какой анализ делает Иаков в этой части. Итак, первый текст. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвернемся большему осуждению». Сегодня много учителей. И человек, который пытается учить, учить и учить, он может подвести себя к осуждению. Ну, тут имеет в виду, наверное, Павел тех, которые учат Библии, да, наверное, Слову Божьему. Безусловно. Это речь шла о христианской общине. Видимо, многие хотели быть учителями, а Павел предостерегает. Немногие делайте. Немногие, немногие. Потому что у многословий не миновать греха. Второй текст. «Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Интересно, не правда ли? Все мы много согрешаем. А почему-то Слово является провоцирующим грех. И если оно не обуздывается, увы, получается совсем не та картина, к которой мы стремимся. А почему так? Да, но вот, к сожалению, действительно, словам не всегда мы уделяем такое внимание. Нам кажется, что мы же не убиваем, не крадем. И вроде бы иногда мы даже по-доброму относимся к людям. Но в плохом настроении мы можем сказать что-то резкое. Мы можем как-то, не подумав, сразу начать давать оценку. И вот негатив, который идет через слова, он тоже влияет на душу. Как-либо положить, либо определить. Заповедь закона Божьего «не убивай», она касается не только отнятия физической жизни. Ведь Христос говорит как? «Всякий, кто гневается на брата своего без причины, есть человекоубийца». А гнев с чем связан? С определенным поступком. И чаще всего со словами. Поэтому естественно, что словом можно тоже убить и ранить. И это причиняет очень много страданий. Поэтому второй текст, который мы читали, «Кто не согрешает в слове?» И здесь допускается, что человек может в слове не согрешать при условии, если он будет всегда зирать на Христа. Но мы живем в обществе. Хотим того или нет, мы общаемся с людьми. Мы являемся потенциальными участниками даже не нашего участия в разговоре, если мы находимся в среде, где используется не та речь, которая должна быть, которая приносит благословение. И дальше сравнение делает Иаков. Он приводит в пример коней, которых обуздывает человек, и интересно отметить, управляет человек их телом. Ну, представим себе. Лошадь сильная, могучая и человек. По сравнению сил, ну, далеко не равноценные силы. И человек может им управлять. Потом мы смотрим, как Иаков пишет корабль. Ну, мы не живем на море, но хотя бы на речке видим. Плывут большие пароходы, корабли. И маленьким рулем управляются. Все поддается управлению. Пятый текст. Иаков продолжает. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Ну, я думаю, что и слушающие нас, да и мы с вами были очевидцами, ни раз и ни два, когда маленькое слово, как пожар. Да. Только скажи его в тот момент, когда человек не готов, или он устал, или он немножко так вот недоволен. И все понеслось. Одного маленького слова. И что самое страшное, невозможно остановить. Поток слов невозможно остановить. Оказывается, что самый маленький орган в нашем теле, язык, без костей. Я иногда говорю, он такой сильный, что он никогда не устает. Конечно, он выполняет функции не только для речи. У него много функций. Но мы сейчас говорим как раз о речи. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, самая сильная мышца в организме, язык. Самая сильная, практически. И не устает. Она всегда в работе, всегда в движении. Всегда работает. Так Бог нас создал. Упражняется. Так интересно Бог создает человека. Но именно поместил его за преградой. Вот мы часто слышим. Прикуси язык. Вот зубы даны нам для того, чтобы мы ограничили, контролировали. Но не всегда получается. Потому что нужно сжать зубы. А это усилие. А человеку не хочется прикладывать усилие. И, конечно, здесь много факторов влияющих, почему человек так себя ведет и не останавливает свой поток речи не совсем благоразумной. Вот смотрите, Евгений Павлович, интересно, что два разных автора библейских. Соломон, который жил за много веков до апостола Павла, ой, простите, до Иакова, да? Апостол Иаков, который написал это послание, они оба сравнивают язык с огнем. Но очевидно, что Иаков, он мог читать действительно Соломона. И он тоже сравнение использует. Как мы у Соломона в притчах читали, что, не знаю, найду ли я сейчас. 27-28 тексты, да. То, что да, как бы огонь палящий. На устах его как бы огонь палящий, пишет Соломон. Иаков пишет. И язык огонь. Огонь, да. Неправды. Это все... Уничтожающий. Да. То есть речью можно уничтожить отношения, понимание. Безусловно. Так Иаков и пишет. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. То есть язык небольшой член, но много делает. И дальше он еще шире этот вопрос раскрывает. И язык огонь, прекраса неправды. А это уже связано с явным направлением ко греху. Ибо всякая неправда есть грех. Язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ой, это сравнение, конечно, такое. Очень сильное и немножко непонятное. А вот что значит, что язык оскверняет все тело? О каком осквернении здесь идет речь? Прежде всего, о духовном осквернении и физическом осквернении. Я приводил пример вначале, когда шли двое молодых девушек. То есть фактически их язык осквернил их тело настолько, что мне стало не по себе слышать эту речь и видеть их. Я не заговорил бы с ними в этот момент, потому что невозможно сказать что-то доброе. Ну, разве что по учению, но кто это будет слушать? Они же благословят в кавычках добрыми словами всякого, кто попытается им указать или подсказать, что, девчата, ну поймите, ну так нельзя. Вы же все-таки люди, и вести себя надо соответствующим образом. Это сегодня считается как бы модным явлением в кругу сверстников использовать такую речь. Поэтому здесь очень сильное сравнение и та ответственность, которая возлагается за слова, которые мы произносим. Ну и далее Иаков делает сравнение, что человек укращает всякое сество зверей. А вот язык укротить никто не может. Других укращает, себе подобных, как говорят многие, управляет ими, а язык укротить не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Вот где проблема, где может быть убийство от слова, смертоносный яд. По маленькой капельке, по маленькой капельке. Начинается все с самых банальных, простых вещей. На ровном месте слово сказали. Человек проанализировал, вступает в общение и пошло-поехало. И доходит до такого состояния, что это превращается в смертоносный яд. И он медленно, но уверенно убивает человека. И что еще дальше говорит Иаков? Языком благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеку, сотворенных по подобию Божию. Я могу вспомнить эпизод один, тоже из армии. Нас направили на работу, в стройбате я служил, по отделке квартирного дома. И там была женщина-прораб. Ну а так, как в то время в стройбате служили не только славяне, но и представители Узбекистана, Таджикистан. И, как говорят, мой твоя не понимает. И вот первый день, с чем я столкнулся. Эта женщина-прораб начала с пятиэтажным матом всех благословлять в кавычках и направлять на работу. Я не знаю, как она узнала, что я верующий. Кто ей об этом сказал? Ей было не по себе. Она не знала, куда деваться от стыда. Потому что меня, как верующего человека, она вовлекла в поток этой мерзостной речи. И она говорит, Евгений, пойдем со мной на обед. Как бы искупляя свою вину. Так, бери, открывай холодильник. Готовь и на меня, и на себя. А вот здесь надо мне что-то исправить. Ничего не надо было делать. Но что характерно, после этого ни слова мата от нее не слышал. Сколько мы там работали? Значит, все-таки можно сдерживать себя. Можно сдерживать, если человек разумный, понимает, как мы читали, что ищет мудрости. Это очень интересный был показательный урок, лично для меня. Насколько человек не дает себе отчета в речи. Ну, возможно, так привык. Потому что общество такое. И если мы послушаем речь трактористов, колхозников, они же таким языком общаются. Это не оправдывает их. Это издержки невоспитанности и отсутствие образования и получения знания. Человек мало читает. Не всех, все-таки, согласись, что не всех. Да, есть интеллигентные люди, которые тоже прекрасно в кавычках могут нецензурную лексику использовать. Я больше скажу. Мне на руки попала статья. Пишет ее молодая девушка. Она живет в очень интеллигентной семье. Папа и мама у нее имеют два высших образования. И она пишет. Я не могу находиться в этой семье. И знаете, в чем причина? Это нецензурная речь. В обществе они как ангелочки. А дома, я не знаю, или волю дают чувствам, эмоциям. И все это пошлость, нецензурная речь. И вот эта молодая девушка не знает, куда себе деть. Хоть убегай из дому. Вот это откровенное письмо, открыто она пишет о том, что переживает. Лишь только потому, что в доме нет речи, которая приятная и сладкая, как мед. А ведь кто, как не родители, должны направлять сознание детей к тому, чтобы речь была соответствующей и приносила мир, благость и любовь. Поэтому апостол Павел, посланник Ефесианам, говорит очень интересные слова. Это 4 глава, 29 текст. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Никакое гнилое слово. То есть здесь апостол показывает, для чего Бог дал нам речь. Но я отмечаю еще, что в христианстве тоже не все контролируют свою речь. И происходит то, о чем Иаков говорит, что языком благословляем и проклинаем. Благословляем Бога, проклинаем людей. То есть к Богу так относимся. Безусловно. Находясь в храме, человек чувствует, что пред лицем святого Бога, он как бы себя сдерживает. Выходя за пределы храма, человек дает волю своему языку. И это не обузданность. Здесь лицемерие и представление, и неправильная оценка моего ближнего, которому направлен поток этих слов. Не совсем хороших и не совсем приятных. Поэтому совет. Евгений Павлович, а вот все-таки мы говорим в основном о нецензурной лексике сейчас. Но ведь можно не ругаться, нецензурно, можно общаться по-другому совсем. Тем не менее, осуждать, распускать слухи, сплетни, говорить плохое что-то о своих братьях, поверили, не брать их, просто других людях. Но это же не только с нецензурной лексикой связано. Мы читали этот текст, Соломон, именно Соломон касается этой темы. Что это тоже может быть присуще, это тоже можем соотнести именно как раз к такому поведению, не обузданности своего языка. Не обузданности языка. Безусловно. Это широкое понятие. Безусловно, очень широкое понятие. Поэтому хотел бы подчеркнуть, что апостол Павел здесь направляет наши мысли к тому, чтобы слова наши были обдуманы добрыми к назиданию. То есть, прежде чем что-то сказать, есть хорошее правило, и оно часто используется. Семь раз отмерь, а один раз отрежь. Если тебе нужно дать какой-то ответ на те или другие вопросы, или хочешь вовлечь себя в дискуссию, в разговор, подумай, что сказать. Семь раз подумай, чтобы у последствий не было тебе страдания. Есть еще один отрывок, и это связано с учением Иисуса Христа, где Христос говорит о важности речи. В дни Его, когда Он ходил по земле, люди позволяли себе говорить порой не то, что ожидалось от них. Это 12 глава, 36 и 37 тексты. Это что за... Евангелие от Матфея. А, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 тексты. И Христос тоже здесь расширяет сферу ответственности за свои слова, за поток речи. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Помните, как Иаков говорит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. И вот здесь Христос подчеркивает эту важную мысль. За всякое слово нужно будет предстать пред судом. Да, человек приходит в церковь, исповедуется о своих грехах, которые он натворил, сожалеет о том, что сделал. Я не помню на своей практике, чтобы кто-то пришел и сказал, «Егений Павлович, моя речь, ну, не соответствует. Нужно что-то делать. Я не могу говорить слова, которые приносят добро. С моих уст срывается поток брани. И Христос здесь приводит чувство. Дорогой друг, ты предстанешь на суд мой за всякое слово неправильное, которое ты произносишь». Вот если мы будем об этом помнить, что нам нужно бы дать отчет за речь. Не просто за свою жизнь, за то, что мы наделали, а за свою речь. И еще один очень интересный момент, на который Христос указывает. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Вот это-то и страшно, Евгений Павлович. Ну вот как? Яков пишет, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Вот вы видели совершенных людей? Не видел. Вот, я тоже не видела. Может быть, кто-то и видел. Получается так, что все равно так или иначе мы порой согрешаем в словах. А тут от слов оправдаешься, от своих, и от них же и осудишься. То есть никто не оправдается, получается. Либо за каждое неправильное слово нужно все время каяться и вот отслеживать это. А вдруг не сможешь, не успеешь раскаяться. Или ты пока еще не понял, что что-то не то сказал. Но как-то вот очень напряженная ситуация. Безусловно. Я не случайно привел этот текст в контексте всех высказываний Соломона. Поэтому основной текст у нас – приятная речь, похоже на сотовый мед. Она сладка. И вот от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И я здесь вижу не просто разговорную речь в быту, в словах Иисуса Христа. Я здесь вижу шире и глубже. Наши слова прежде всего должны быть связаны с поклонением Богу, с прославлением Господа. Есть ли это в нашей практике? Ведь сегодня практически все заявляют – я верю в Иисуса Христа. Но первый показатель – это Его слова. Верит он или нет? Сотрудничает он с Иисусом Христом или нет? И если пронаблюдать, исследовать свое сердце, то можно обнаружить, что если наша речь не несет истин о любящем Иисусе Христе, то это станет судом для нас. В одни Иисуса Христа книжники, фарисеи, священники поносили Его. То есть их была речь против Иисуса Христа. И я хотел бы здесь коснуться той темы, что наши слушатели должны быть весьма осторожны, да и все христиане, все верующие, от того, чтобы произносить слова, неугодные в адрес Спасителя Иисуса Христа. Что значит «неугодные»? Чтобы не использовали это имя напрасно, не к месту. Ведь сегодня ругаются именем Божьим. Там, где надо, там, где не надо, используют это имя. Но чтобы в своих словах они несли ответственность и давали себе отчет, и помнили этот текст. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Мы боимся страшного суда. И сегодня об этом все твердят. Так не страшного суда надо бояться, а самого себя надо бояться. Мои слова будут меня судить. Вот что самое важное в моей жизни. Божий суд справедливый, верный и честный. И он вынесет вердикт. Но я себя сам осуждаю. И вот нужно это принять и понять. Потому что слова наши должны быть приправлены солью. Должны приносить благословения всем слушающим. И должны быть приятными, как сотовый мед, и сладкими. Пусть в этом Господь благословит нас и поможет нам. Это, конечно, непросто следить за своей речью постоянно. Но ведь мы же все равно можем надеяться на то, что Бог прощает нас, даже если мы согрешили в слове. Да, да. Не просто, но возможно. Евгений Павлович, благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое. Спасибо и вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Открытая книга». Мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго. Пусть Господь благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok